Продолжаем выпуск. Нарастить объемы торговли до 10 миллиардов долларов планируют Казахстан и Узбекистан. По итогам прошлого года сумма была вдвое меньше. О том, какие проекты могут стать наиболее перспективными, говорили главы государств в конце прошлого года, подписывая договор о союзнических отношениях. Казахстан и Узбекистан – это две крупнейшие экономики Центральной Азии. На переговорах в Ташкенте лидеры заявили о потенциале для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сфере двусторонней торговли. В прошлом году наша страна поставила соседней республике 2,5 миллиона тонн пшеницы и 375 тысяч тонн муки. Помимо этого мы экспортируем картофель, ячмень, масло, кукурузу и мясо крупного рогатого скота. В свою очередь из Узбекистана к нам привозят автомобили и текстиль. Во время государственного визита у нас еще были крупные проекты подписаны. У нас в общей копилке за время государственного визита получилось на 8 миллиардов долларов. Из них самое главное, и это уже знаковые вещи, это создание не только промышленной кооперации, я бы, наверное, сказал, это будет на долгие годы, это длинные большие автейн-контракты. Казахстанский бизнес активно выходит на рынок Узбекистана. Запущены три новых масштабных совместных проекта. В Ташкенте одна из казахстанских компаний приступила к строительству жилого комплекса, а другая заложила фундамент крупного транспортно-логистического терминала под столицей. Церемонию официального запуска посетили президенты Казахстана и Узбекистана. А в Новои с помощью отечественных инвестиций началось строительство завода по производству минеральных удобрений. Вот уже несколько лет, как сотрудничество в этой сфере активизировалось, налажен на постоянной основе диалог между нашими министерствами, ведомствами двух стран, и, значит, достигнуты какие-то практические результаты. В частности, можно отметить, что мы пришли к единому консенсусу по многим щепительным вопросам, которые касаются управления трансграничными ресурсами. Казахстан и Узбекистан также увеличат взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны. 30 дней на протяжении именно такого срока смогут легально находиться казахстанцы в Узбекистане без регистрации. И ровно такое же правило будет действовать для узбекистанцев, посещающих нашу республику.